Вышла тонкая кофе, немного под ключик. Много, да? На руках, на ногах, гири я вижу. Хорошо. Защищаем мы физический биоробот защитным потоком от чистых энергий Абсолюта. Берем Кристину в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Кристины поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три, пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Кристину. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она кивает. У нее над головой как воронка из белых энергий. Хорошо. Скэнер отключи эту воронку из белых энергий над ее головой. Выведи вместе с сопутствующими чипами, датчиками и имплантами, отключив их перед этим. И как все это выйдет, отправляется эта воронка вместе с подключками в клетку-тюрьму. Готово. Посмотри, что там договорило. На руках что-то связано. На руках и на руках. На ногах и на руках. Гири. Хорошо. Влад, разрежите. Цепи на руках и на ногах. Как это разрежете? Отправляется в клетку-тюрьму. Как оковы вышли. Отправляя в клетку-тюрьму. Есть. Еще что-то есть, видимо? Нет. Я даю команду скэнеру. На щитрис скэнер сканирует пространство над головой Кристины под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер скэнер скэнерит все семь тонких тел Кристины. Находит все. Ну не, какого он демон вышел сразу. Гуманоид. Его воронка? К воронке, да, вышел. Хорошо. Дракон у нее. Красный. Красный дракон. Куп. Хамелеон. Хамелеон? Да. Не лизард. Хорошо, хамелеон. Все. Куда уже больше. Итак, у нас гуманоид с воронкой. Демон с оковами на руках и ногах. Какой демон, Вера? 16. 16 Гц. Хорошо. Красный дракон. Считай цифры над головой. 22, 23. Что ты здесь делаешь, дракон? Красный. Горю. Горишь? Вместе с ней. Я считаю, что один должен гореть. Перед его клеткой открывается воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Хорошо. Красный дракон. Хочешь гореть? У него контракты есть. Закрывая воронку. Хорошо. Инкуб у нас и хамелеон. Хорошо. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Первый мой вопрос перед реверсом энергии. У кого есть контракты с Кристиной? Дракона. Он по дракону, да? Хорошо. Что здесь делать с 15 Гц? Он у меня и вырос с 14 Гц. Отпитывается страхами. Хорошо. Поехали дальше. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я, как я сказал, буду задавать вам вопросы, вы на них будете отвечать. Я даю команду тонкой копии Кристины, спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. И реверсом отдаю назад все, что она получила от них. Пошел мощный поток. Итак, Демон, сколько ты находишься в этом биополе? Я тебя слушаю. Пять лет. Пять лет. Без контракта, без ничего? Без контракта. Подписи не было пока. Хорошо. Сколько находится гуманоид в этом биополе? Два года. Откуда ты гуманоид? Серьезно. Кто ты? Частный предприниматель. Понятно. Одиночка. Ловец душ, да? Душ и всего остального. Ну и сколько ты уже копий забрал Кристины к себе? Копий не было пока. Хорошо. Скэнер, просканируй полноты души Кристины на настоящий момент. Девяносто четыре. Девяносто четыре процента, шесть процентов не хватает. Хорошо. Сколько находился красный дракон в этом биополе? Красный дракон чуть больше года. Один год. И один месяц. Хорошо. Сколько находился инкуб в этом биополе? Шесть месяцев. Шесть месяцев. И хамелеон. Сколько ты находился в этом биополе? Два с половиной года. Записал. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Устанавливай фильтр с золотой ситочкой на все каналы. И в порядке реверса. Кристина забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили. Все, что они изъяли. До последней капли возвращает Кристина себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Красный дракон, расскажи мне о контракте. Ты сидишь один год. Как ты успел? И каким обманом ты заключил этот контракт? Защиту пообещал. Страшно ей. Сказал, что будем жечь всех. И дал ты ей эту защиту? Я стараюсь. Первое предупреждение. У тебя три варианта есть ответа на вопрос. Первый ты уже попытку имел. У тебя остались две. Если ты не ответишь на мои вопросы, как я их задаю, на тебя начну воздействовать так, что у тебя голова отлетит. Реверс закончился. Дал ты ей защиту или нет, красный дракон? Ты не понимаешь, что я говорю. Я стараюсь, но она меня не слышит. Не всегда слышит. Только во сне. Ей нужно соединить свои энергии с моими. Тогда защита будет ярче. А она не понимает ее. Ты вот это серьезно? Мне это рассказываешь сейчас? Зная о том, что у нее есть родные энергии, это самая лучшая защита для нее? Чтобы она соединилась с твоими красными энергиями и стала драконом? Ты это мне сейчас пытался втюхать? Ты лжец, красный дракон. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Тебе надо указать на твои рамки, красный дракон. Ты забылся. Ты находишься в матрице Земли. Здесь другие законы. Здесь никто для тебя не является подопытным кроликом или муравьем. Просто остановить. Выключая печать, входит в меня. Мы продолжим этот разговор. Итак, Вера, что у нас там с реверсом? Мы все забрали. Закончился. Хорошо. Хамелеон, где ты сидел? В двух чакрах. Желтая и оранжевая. Хорошо. Перед тем, как хамелеон начнет, скэнер просканируй полонутые души Кристины. Сколько процентов сейчас? 100. Хорошо. Уже не надо искать на задворках Вселенной. Итак, хамелеон, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Все свои энергии, чтобы следа твоего там не оставалось. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он просто сгорит по каналам в этой клетке. Я вас предупредил. У него в желтой чакре, как кнопка такая, янтарного цвета. Это когда сосет под ложкой, говорят, от страха. Вот это он усиливал и менял цвета страха. Ничего себе. Памелеон. Выходи, инкуб. Отключайся, снимай все, что ты оставил в этом биополе, приступай. И он ей обещал защищать ее и пытался свои крылья ей приделать, показать, примерить. Я не пойму, это что? Источник наивности или что? Я не пойму. Накидка у него еще есть. Еще и накидка у тебя. Как действовала твоя накидка, инкуб? Кому хотел показывать, от кого хотел скрывал. Понятно, хорошо. Кристина, я думаю, понимает, почему ее не видели. Или она не приводила такого впечатления, как она хотела. Это все вина этой накидки. Хорошо. Красный дракон, выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Сердце Вишутха, злые слова. Защиту он ей давать собрался. Хорошо, демон, выходи, отключайся полностью, ничего не забывай. Возвращайся назад, приступай. Что она снимает? Как они воздействовали на нее? Негатив. Все негатив. Все в черном цвете. Да, Кристина. Вам отзывается эта информация, которую говорят интерференты, Кристина? Во многом. Хорошо. Забрался, демон. Хорошо. Гуманоид, посмотри, у тебя что-то еще осталось на твоей чистоте? Наушники вот так у нее есть. Вытаскивай эти наушники, тебе выходить не надо, вытаскивай все. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Кристины с гуманоидом, его воронкой, наушниками, демоном, его оковами, красным драконом, его платами, инкубом и хамелеоном. Пошла рассинхронизация до 100%. Закончится автоматически. Возвращается? Да. Готово. Скэнер, даете команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все убрали. У нас там был еще один контракт, который мы сейчас будем аннулировать. Демон, тебя интересует эмоциональный фантом? Очень интересует. Я тебе его отдам. Там дрожь. Вот ты мне расскажешь, я буду перечислять эти частоты. Если я что-то не назову, ты мне дашь знать, я добавлю эту частоту и она выйдет туда. Дрожь, кованность, страх. Она закрылась, как замок внутри висит. Она сама это сделала или ей помогли? Я не пойму. Откуда такие открытые двери для интерферентов, притягивающие их? Национальная составляющая хромает. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Кристины, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоабрационную эмоциональную энергию. Это низкоабрационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня вышел фантом большой, и вот этот замок, который внутри нее, он в сердечной чакре. И мне картинка идет, что у нее одно из тел тонких. Оно спиной повернутое, осталось маленьким ребенком с комплексами, и этот ребенок ключ держит от этого замка. Так, хорошо. Ты это тело видишь? Перевернутое? Да. С силой моего намерения оно поворачивается. Она смеется и ключ показывает. Открывай замок. Нет. Почему? Тогда она потеряет важность. Кто ответственный за это, что мы сейчас наблюдаем? Я не думаю, что это от Кристины идет. Что одно тонкое ее тело хочет какую-то важность показать. Это воспоминания, связанные с детством. Она держится за них. А если она откроет замок, тогда ее жизнь изменится, и она должна будет взять ответственность за себя. Ей короче быть в страхе, в привычном состоянии. И воспринимать все как ребенок. Хорошо, Кристина, я обращаюсь к вам. Как вы сейчас поняли, причиной всех подключек являетесь вы сами. И от того, что вы убегаете от проблем, это ничего не решит. Вы не готовы взять ответственность за свою жизнь в свои руки. У вас сейчас есть шанс. Если вы этот шанс не возьмете, не примете, нам просто наша работа бессмысленна. Вы хотите избавиться? Она готова. Она говорит, я готова. Ей нужно силой намерения вырастить этого ребенка до остальных тонких. Теперь сделайте следующее. Повторяйте за мной. Силой моего намерения, тонкое тело этого ребенка вырастает до размера всех остальных тонких тел. Да, будет так, а так и есть. Пошел процесс. Ну как блок внутри нее ребенок капризничать начинает? Усильте намерение, Кристина. Сбрасывайте эти оковы. Выходите из этого. Она ей говорит, что нужно вырастить. Пришла пора. Вырастет тело, дает ключ. Открывайте замок. Готово. И этот замок вместе с этими эмоциями, связанные с ним и ключом, выходит в этот шар эмоционального фантома. Да, будет так, а так и есть. С ней тяжесть. Вот этот замок как тяжесть выходит с ней. Грязь, страх накопленный. Все выдавливаем. Детский ужас какой-то. Все это выдавливаем в этот шар эмоционального фантома. Тонкая копия, она взрослая, она спокойна, готова. Большой? Большой. Ну, демон. Я такого и сам еще не видел за всю свою работу. Дашь комментарий? Страхи, это вкусно. Я понимаю. Хорошо, отправляю тебе этот шар. Дай мне еще какую-нибудь информацию по поводу этого всего. Ты на них и зашел, на эти страхи, я так понял, да? Да. И в том возрасте, когда они уже не должны были быть. Страхи есть всегда у человека. Ну, шкаф. В том возрасте она не могла с ними справиться. Хорошо. И быть спокойной, как сейчас. Хорошо. Скажи мне, есть ли лярва в ее биополе, демоны, если мы уже заговорили? Или затемнение? В ногах есть. Хочешь их забрать? Хочу. Выходи, снимай, забирай. И возвращайся назад. Готов. Хорошо. Сейчас мы аннулируем контракты и отстегнем канал, и я начну отпускать первых. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями, Кристина должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Готова. Я говорю в слухе, я тонкая копия повторяет за мной. Я там и договорам. Договора выходят активно и подсвечивается. У нее контракт с дараконом, и у нее контракт с демоном. Он сидит и ждет. Контракт пока не подписан, но готов. Хорошо, демон. Контракт, твои условия. Что ты предлагал и что ты хотел получить? Послушание получить хотел. Для начала. А дальше сам знаешь. Мысли о самоубийстве. Я ожидал. Да. Хорошо, я понял. Тем не менее, она имеет право в своей жизни распоряжаться так, как она считает нужным. И сейчас у нее есть такая возможность. Кристина, вы готовы аннулировать все эти контракты? Готова. Повторяйте за мной. Он у нас право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть. Причем в обе стороны. Готово. Вот как. Хорошо. Готово. Отлично. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров, а также их фантомов. Один, два, три. Все это уходит на переработку вместе со старыми отработанными контрактами. Все на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Демон готов уходить? Да. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. Демон забирает все, что он принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Красный дракон. Контракта у тебя нет? Расторгнут. Значит, тогда можешь уходить. Я перед тем, как ты уйдешь, я хочу получить слово красного дракона, что больше никогда в это биополе не придешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Красный дракон забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Инкуб. Готово уходить? Готово. Больше не приходи. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на чистоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хамелеон. Ты больше не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Один, два, три. Хамелеон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у меня гуманоид Сириуса сидел два года с воронкой. Шесть процентов души мы вернули. Заберем. Хорошо. Унижайте воронку. Под воронкой открывай воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. И наушники тоже на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Гуманоиды забрали. Хорошо. Поехали дальше. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо, Кристина, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень необычное чувство. Новые цвета разные. Энергии во мне, вибрации. Чувствую, что мои, но новые. Интересные ощущения. Радость и гармония. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратору или учителю Кристины. Мимикрируется мужчина на женщину. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом с данным виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Кристины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Мужчина это. Представьтесь, пожалуйста. Родник. Меня зовут Родник. Приветствуем вас, уважаемый Родник. Вы куратор или учитель Кристины? Всех приветствую. Приветствую. Мне нужно время. Пожалуйста. Синхронизироваться с энергиями в этой комнате. Да, здесь можно находиться, бископ Андре. Приветствую всех. Добро пожаловать. В этой комнате. Благодарю Кристину, что я был услышан. Встреча состоялась. Мое имя Родник. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили сегодня чистку вашей подопечной Кристины. Убрали все, что в ней там ей мешало дальнейшему продвижению. И она написала 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Родник, ответить на эти вопросы? Да, я постараюсь донести свои мысли максимально понятными. Благодарю вас. Первый вопрос. С какой планеты моя душа? С планеты Уран. Мы приветствуем представителя Урана в нашей комнате диагностики. Я приветствую ангельский мир. Идем дальше. Второй вопрос. Какой главный опыт души в этом воплощении? Проработка страхов, сомнений и любовь к себе и окружающим. Вы закончили? Да. Третий вопрос. Почему мне тяжело на планете Земля? Одиночество. Не вижу смысла в жизни. Не могу найти себя. Страхи. Представителям Урана сложно менять, передвигаться на другие объекты. Планета Земля несет в себе много опасностей в виде чувств и эмоций. Поэтому мы стараемся абстрагироваться и общаться с максимально меньшим количеством людей. Но опыт должен быть получен. Все, что ты перечислила и насобирала в себе, должно быть проработано. Позитив и любовь, как я сказал выше. Ты забываешь о том, что вокруг тебя много позитива и радости. А также внутри тебя есть энергии, родные, сильные, готовые принять этот позитив и радость. Не наполняйся страхом, чернотой и пустотой. Замени его на знание, защиту и силу. Развей свои внутренние энергии и противостой негативным эмоциям. Защищайся от всего безобразия, которое творится на Земле. Ты знаешь, откуда ты. И ты знаешь, зачем ты пришла. С этого момента не допускай к себе негатив. Защищай свои энергии и принимай лишь позитивные вибрации. И я закончил. Благодарю вас, уважаемый куратор Родник. Следующий вопрос, четвертый. Какой урок я прохожу со своим отцом? Здесь много уроков. Первый страх, потом ненависть, потом безразличие. И после безразличия приходит понимание, наверное, даже любовь. И осознание чего-то большего. Но это приходит с годами. Постепенно переживая одну эмоцию за другой. Зная это, ты можешь пересмотреть действия со стороны отца и со своей стороны тоже. Проанализировать и выбрать правильный путь, защищая себя изнутри. На этом опыте ты учишься преодолевать страх, а вернее относиться к этому по-другому. Страх маленький, а твоя внутренняя энергия большая и сильная. Это главный урок. Не подпускай к себе страх. Пусть он тебя боится. Я закончу. Благодарю вас за этот ответ. Пятый вопрос. У меня очень теплые отношения с братом. Кто он мне был в прошлой жизни? Потому что у нас очень похожи эмоциональные проблемы. У твоего брата есть свой куратор и причины для эмоций. Я же твой куратор. Мне нужен архив, чтобы просматривать, где вы пересекались. Минуту. Жизнь на земле была. Он был твой ребенок. Сын. В одной из прошлых жизней я закончу. Я благодарю вас. Следующий вопрос. Шестой. Как высшие силы видят меня энергетически? Какую энергию я излучаю? Прекрасный вопрос. Благодарю за этот вопрос. Энергия урана имеет зеленые тона, изумрудные, яркие, иногда переходящие в белый свет. Это зависит от особенностей души. Иногда белый свет внутри, а иногда по краям изумрудного ромба. Или же сержня. Твои энергии пока очень тонки. Тебе нужно помнить о них наращивать. И, как я уже сказала, развивать. И защищаться изнутри своими родными энергиями. Пока они очень гибкие. Тебе они как лента. Переходящие с нижней чакры. Из одной в другую, в верхнюю. Энергии урана бывают разные. На земле не столько оттенков, сколько у нас. От травяного, салатового цвета, да? Темно-зеленого. Такие энергии внутри тебя. В зависимости от твоего состояния души. Темно-зеленый, схож с черным цветом. Не допускай этого цвета. Заполняя страхом свой стержень. Твоя задача – научиться визуализировать эти энергии, доводя их до кристаллического красивого состояния, обрамленного в разные геометрические формы, как кристалл, наполненный светом и цветом. У это твоя уверенность, защита, пила и знания. Чем уверенней ты, тем увереннее твоя внутренняя сила, намерение. И тем больше знаний открывается тебе, тем больше знаков видишь ты. Я закончу. Я благодарю вас, уважаемый родник. Идем дальше. Седьмой вопрос. Какие свои таланты и способности, которые я наработала в своих прошлых жизнях, я должна вспомнить? У тебя много талантов. Но твой самый главный и нужный на данный момент – это спокойствие и уверенность. Зная, кто ты, зная свою силу и энергии, спокойствие внутреннее защитит тебя от внешнего мира. Я закончу. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Расскажите о прошлом воплощении, которое важно и влияет на теперешнюю мою жизнь. Таких воплощений было масса. Я расскажу про твою жизнь перед воплощением. Прежде чем воплотиться на земле, ты сама составила свою программу, выбрала время и ситуации. Не забывай об этом. Все, что ты проходишь, было запланировано тобой. Место, время, рождение, семья, в которой ты воспитывалась. Даже наша встреча. Ты целенаправленно идешь к правильной реализации. С сегодняшнего дня твое внутреннее состояние изменится в положительную сторону. Не забывай об изумрудном стержне внутри тебя. Не забывай, что я слышу и посылаю тебе знаки. Старайся медитировать и находиться в спокойном состоянии, выдавливая из себя страх и негатив. Ты можешь расширять изумрудный стержень, выгоняя из тебя все сомнения, расширяя и сужая свой стержень, оставаясь в спокойствии. Я закончу. Благодарю вас. Девятый вопрос. У меня с детства болят суставы. В чем причина? Можно гармонизировать все мои чакры для восстановления здоровья во всех органах и системах? Можно. Используй энергию рана. Проводи ее из чакры в чакры. Посылай ее в больные места. Представляй ее венами в своем теле. Лечащим каналом. Послушай свою душу, какой цвет тебе более приятный. Выбери его и наполняй больные места. Страх сковал тебя. Твои кости. Выгони страх из себя. Покажи, какая ты большая и сильная изнутри. Я закончу. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос тоже касается страха. Я из Украины. В моей стране война. Для чего мне этот опыт? Что я должна извлечь из этой ситуации? Как я сказала выше, твоя душа сама выбрала место и время рождения. Ты должна победить страх. Как я уже сказала выше, ты сильнее страха. Ты больше его. Ты больше, чем страх. И даже больше, чем просто человек. Ты энергия. Как ты будешь работать с этой энергией. Как ты будешь её воспринимать и направлять. Зависит от тебя. Из ситуации можно получить много уроков. Но главное, как ты внутри будешь воспринимать и чувствовать защиту и твёрдость твоего духа. Если ты будешь наполнена намерением и силой, ты получишь защиту и любовь. Если ты подпустишь страх и пустоту, ты получишь болезнь и одиночество. Выбор за тобой. Я закончу. Благодарю вас. Остались заключительные слова. Я благодарю с безусловной любовью своего Куратора, что он откликнулся на мой сеанс и ответил на мои вопросы. Прекрасные слова. А теперь дай мне твои руки. Я хочу, чтобы ты почувствовала, как энергия урана бежит по твоим энергетическим центрам и венам. И я бы так это называл. Ты пронизана энергией урана. Ты имеешь связь телепатическую с ураном. Ты под защитой урана. Не забывай это, но и помни, что твоя защита внутри тебя, а не снаружи. Расширяй и уплотняй ее своим визуализацией и знаниям. Я закончил. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Куратор Родник. Вопросов больше нет. Остался маленький нюанс. На уране его уже знают. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому Куратору и каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. Мы спрашиваем разрешение Куратора Родника передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу сегодня, за его помощь и просто на добрые воспоминания. Корзинка с ягодами, очень теплая, напитанная солнцем и сочными цветами. Очень приятный подарок. Благодарим вас. Нам очень приятно, что вам понравилось. Благодарю за эту встречу и великолепный подарок. Передавайте, пожалуйста, от нас с Верой привет Урану. Мы будем рады всем Кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны убрать все препятствия и открыть им эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Благодарю за это предложение. Благодарим и мы вас. Я говорю, до скорых встреч. Всего вам наилучшего, уважаемый Родник. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Кристина, мы закончили встречу с вашим Куратором. Вы получили ответы на все свои вопросы. Она показывает себе, у нее место вены зеленые, такие энергии движутся по ней. Великолепно чувствую себя. Замечательно. Работайте над собой. Желаем вам всего наилучшего. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Кристины в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. А ей информация идет, что все-таки она на Земле, и все-таки она человек, и кровь у нее красная, но энергии на тонком плане выглядят именно так. Хорошо. Мы передали. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел, пойдем.